Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый сезон Беременна в 16, а и многие просили, что Чент скоро выходит, хотим твою реакцию, ну что, ждали, получайте, буду благодарен за лайк, за вашу подписку, скажу так, называется уже проект Небеременна в 16, а Мама в 16, хотя суть одна и та же, возможно какие-то траблы с названием, нельзя может быть его использовать, не знаю, но суть того, что мы собрались Здесь вместе с вами посмотреть новый выпуск, а перед началом хочу вам, ребята, сказать, что есть новые ребята, обзорщики, муж с женой, мы вместе с ними записали совместную реакцию на их канал, поэтому переходите, ссылочку оставлю для вас в описании, это Женя и Аня, мы с ними записали даже две реакции, поэтому поддержите ребят лайком, подпиской, комментарием А мы начинаем новый выпуск, вы готовы? Давайте О, ну, все как мы знаем, да, глаза в профиль Всем привет, меня зовут Валерия, мне 17 лет, и я из города Краснодар И я беременна Несмотря на свой юный возраст, я девушка самостоятельная, и характер у меня стальной В споре никогда не выступлю, до последнего буду стоять за справедливость Слышишь ты, быдло Стакан не учили выбрасывать А правда, всегда на моей стороне Даже если я не права, я права Ой, простите А зачем вы на место ставите? Вы уже его купили Ну, оно упало Теперь это вам придется в любом случае оплатить, купить Девушка, мне не сложно оплатить, я оплачу Я вообще, это, биткоин, трейдер, тундейдер, там, типа, деньги, вопрос не в деньгах, просто, дело принципов Я очень характерная Я сказала, значит, я сказала, все, это не обсуждается никак вообще Такой сильный сделала меня жизнь Мне пришлось рано повзрослеть После девятого класса я бросила школу и пошла работать Что я только не делала Выдавала заказы, отвечала на звонки в колл-центре, раздавала листовки В общем, бралась за все Я не стыжусь своей работы Где бы я ни работала Мне нравится, что я в своем возрасте могу зарабатывать самостоятельно деньги В будущем я хочу выучиться на инженера по техническому надзору Я мечтаю стать тем важным человеком, который приезжает на строительные объекты И контролирует работу строителей, качество материалов, следит за графиком А потом еще и решает, принимать готовое здание или нет Сначала я хотела пойти на прораба Но знакомые посоветовали мне пойти на технодзор Так как прораб это физически достаточно тяжелая работа Приходится и самим таскать тяжести Ну и технодзор действительно выше намного Пока что времени на учебу не остается Ведь мой рабочий день длится целых 17 часов Но в будущем я обязательно что-нибудь придумаю А работаю... Ты тупо посчитать 17 часов Это просто работа, спать работа Это даже нет времени даже погулять То есть 8 часов сна 17 остается час Ну это доехать, покакать, быстро перекусить Все Я сейчас кассиром в продуктовом магазине Зарабатываю от 20 до 40 тысяч рублей в месяц Это немного, но мне хватает Чтобы снимать квартиру и жить подальше от своей мамы У меня с матерью были всегда плохие отношения Так как у нее были проблемы Тут она как будто дает комментарий похудевшая, да? Или мне кажется... Были и есть с алкоголем Она вполне невменяемый человек То есть она могла спокойно стеклянную посуду кидать, разбрасывать Неважно попадут в меня, осколки не попадут Хоть повод, хоть без повода Я везде виновата вообще Она хотела сдать мне детский дом Когда мне было 7, то ли 8 лет Понятно Короче, мамаша аватар Ты выпила! До того, что ты на меня кидаешься, мне оно надо? Ты себя неадекватно ведешь Серьезно Меня выводить из себя Пьяный бред Я докажу Иди, поняла Мою маму зовут Ольга Петровна Ей 34 года Мама и дочь Образований у нее нет Только 9 классов в средней школе Сколько еще раз? 34? Прошу... А это 34 было? Пьяный бред Сама ты пьяная Иди, поняла Мою маму зовут Ольга Петровна Ей 34 года Образований у нее нет Только 9 классов в средней школе Она тоже работает кассиром в продуктовом магазине Пожалуй, это единственное, в чем мы похожи Зарабатывает она 22 тысячи рублей в месяц И большую часть спускает на алкоголь Ну да, бывало В загулу ходила, да Выпивала много Ну сейчас уже много не пью, скажи, ну так Ну раз в день Бывало что-то Не доглядывала за детьми Я ее даже не могу назвать тем, кем она мне является Вот, все девочки, там, мальчики называют Там, маму, мамочка Ну для меня оно Оно Просто вот Оно? Что-то непонятное Именно мамой я назвать не могу Да и с папой у меня сложилось не очень Когда мне было 4 года, они с мамой развелись Так как не сошлись характерами Папа уехал в Санкт-Петербург Работать на заводе по изготовлению рельс Но я не перестала его любить И все равно с ним общалась Несмотря на то, что мама была против 4 года назад папа не стало Остановилось сердце Папу звали Игорь Львович Ему было 60 лет Я по нему сильно скучаю Папа, наверное, это единственный человек Который действительно меня любил Всегда мне угождало Захотела платье хорошо Захотела там куклу хорошо Вообще, все что угодно В таком маленьком возрасте Я как-то раз захотела Ему было 60 Он умер 4 года назад Мамке сейчас там 37 Это у них разница в возрасте была Чуть ли не 30 лет Хотела волосы покрасить И... То он мне покрасил волосы После развода у мамы поехала крыша Она начала пить И таскать своих ухажеров К нам в дом Они напивались вместе И постоянно устраивали дебоши А один из ее залетных отморозков Вообще издевался надо мной И поднимал руку Поэтому с детства Я терпеть не могу Всех пьяных мужиков Они мерзкие и агрессивные Я до сих пор помню Отчетливо каждый момент Ну, есть в этом моя вина Конечно, да Я не спорю там Что я ее не защитила Были какие-то ошибки в молодости, да Были Сейчас уже не пью Не хочу я об этом вспоминать Я бы давно порвала отношения с матерью И забыла ее, как страшный сон Если бы не мой младший брат Герман Ему 11 лет Он родился от очередного маминого хахаля Жить с ним было тоже невыносимо А, это просто вставляют Я подумал, что там реально показали их хату Это просто какие-то рандомные фотки Вместе с мамой они постоянно пили И были в абсолютном неадеквате Это сильно пугало нас Изо всех этих потасовок я жила в постоянном страхе Меня мучили панические атаки и нервные тики Уже в 13 лет я попала в больницу Врачи поставили диагноз Эмоционально неустойчивое расстройство личности Поэтому у меня могут начаться приступы истерики По любому поводу И отсюда у меня еще целый букет болезней У меня неврология Вот То есть слишком много нервов Острый бронхит у меня появился От нервов Гаиморит Больные почки у меня меланифрит Повышенное давление Я не знаю, что там, может, врачи что-то придумывают С ней все замечательно Это она вот ходит, ноет просто по больницам получается Человек придумывает болезнь себе сам Да, да, так он сюда ест Болезнь сам придумываешь Сейчас мама продолжает пить одна Я не хочу, чтобы Герман видел это И периодически забираю его к себе Когда у мамы случается очередной запой Я знаю четко твой голос, когда ты пьешь Ты на работе даже не стесняешься Нормально разговаривай Слышишь, ты Мне нравится, сначала сама наорала на нее Нормально разговаривай У меня куча свидетелей, что я трезвая была Понятно тебе? Дедя, я его заберу Ты его не заберешь Ты то такая есть, чтобы у меня забирать Я его старшая сестра, которая хочет для него нормальное будущее Нет, никто И зовут тебя никак Очень расстраивает то, что она сейчас собирается все повторить То же самое, что и с моим детством То же самое пришло сейчас у Германа Не водит его никуда, не занимается его учебой Абсолютно, в принципе, плюет в его сторону И поэтому я планирую забрать Германа в себе Начинаем сезон саббата Брат обижается на мою строгость И просто пока не понимает, что ему это во благо Германа в последнее время Ты стала относиться ко мне Как будто я тебе не сестра А вообще абсолютно ревая человек Леша, ты ко мне только что-то уже относишься Я к тебе нормально отношусь Извините, что я хочу для тебя нормального будущего И заставляю учиться По крайней мере Ты не вырастешь, блин, кем-нибудь Я не знаю, реально А будешь вот Класс вообще с братом общается Вот не будешь учиться Все, будешь таким же алкашом, как твоя мать Дворником Дворником Это самое стандартное Ты с ней учился, дворник Вот просто только в дворники берут, если не учишься Другой профессии не существует Дворник Она часто манипулирует Германа Не страивает его против меня Герман, соответственно, время от времени Ведется на эти манипуляции Потому что он еще маленький Порой Герман из-за этого бывает Как-то слишком строг По отношению ко мне Что мне очень обидно Единственный, кто меня поддерживает и понимает Это мой парень Игорь С ним я хочу вырваться из этого кошмара И начать новую счастливую жизнь С Игорем мы познакомились в магазине, в котором я работаю Он мне сразу понравился Но он такой скромный, что мне пришлось действовать самой Я написала Такая, может, страх Возьмешь меня в этих эклерах? Я вообще за хлебом пришел Игорь, не спори Считала свой номер телефона на чеке И думала, а хватит ли ему смелости хотя бы написать Но в тот же вечер Игорь позвонил И пригласил на свидание И вот уже год Мы счастливая пара Самое первое, что мне понравилось в Лере Это внешность А именно глаза Губы Игорь старше меня на 10 лет Ему 27 Но меня это не смущает Наоборот С ним я чувствую себя надежно Он прораб на стройке Работа опасная Но зато зарплата хорошая Больше 150 тысяч в месяц А ты когда-то тоси Например, вестишь Тебе не страшно? Страшно Работа такая Моя мечта Это была к лучшей семье Счастливая семья В которой царит мир Любовь Для меня также важный момент Чтобы финансово тоже все было хорошо Несмотря на свою брутальную профессию Игорь очень ласковый и нежный Я поняла Я вот когда слышу слово Брутальная профессия Сразу вот Первая мысль прораб Не телохранитель Я не знаю Прораб Брутальная профессия Буду знать Что он тот человек Который может не дать все И заботу И стабильность Поэтому спустя всего Две недели После знакомства Я переехала к нему жить Люблю тебя Я тебя Я тебя больше Нет, это я тебя больше Игорь мне сразу сказал Со мной тебе работать Не нужно И я уволилась В тот же день У меня формат семьи Старый Где мужик ходит на работу Женщина готовит Сидит с детьми Лер У нас опять еда В раковине Я же тебя просил Мне так не делать У нас дом 50 на 50 Мои Ну ты что, блин Ты работаешь Я ем И 50 понятно где Твои где 50 Сейчас тебе будет сложно убрать Да, сейчас мне будет сложно Я прилегла отдохнуть Немного по-другому, конечно Я представлял Нашу семейную жизнь Но Больше всего Я не люблю Когда Лера нервничает Тебе не нравится? Просто беру И делаю Молча Мне нравится Что Игорь сначала ворчит А потом все равно Все делает сам Но меня бесит Что он постоянно Жалуется своей маме На то Какая я хозяйка Да Пусть у нас не блестит Дом от чистоты Но зато В нем никто не пьет И не устраивает драк Мам, привет Пришел домой Голодный с работы Посуда не помыта Лера, да Командная такая девочка Игорь попал под кабло Почему? Как бы он должен Приходить и мыть посуду Вечером Поэтому лучше позвонить маме И пожаловаться правильно Пусть мама придет И скажет это Еле После рабочего дня Тяжелого Я не понимаю Маму Игоря зовут Елена Ивановна Ей 48 лет Она работает продавцом В продуктовом магазине Зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц Все что мама Игоря слышала обо мне Мама хорошо выглядит Это только жалобы от моего парня До 48 Она думала Я капризная принцесса Но когда мы с ней познакомились лично И она узнала Что нам с Германом Пришлось пережить в детстве Она прониклась ко мне И к брату сочувствием И стала поддерживать во всем Общалась только с тобой С мамой твоей не общалась Я думаю ей Так же больно Что что-то у вас не ладит К сожалению Я пыталась наладить С ней отношения Очень много раз И очень много раз Я этим Обжигалась Ей всегда было плевать На мои чувства Я не хочу Знакомить Ее с Мамой Игоря Потому что Это абсолютно разные люди Мне Даже стыдно Их знакомить То что вот Она у меня такая Алкашка и так далее Неадекватная вообще В принципе Мне жалко Леру Что у нее такие отношения С мамой Но я Постараюсь ей помочь И хотелось бы Все таки Чтобы отношения С мамой У нее наладились Елена Ивановна Прекрасно меня понимает Ведь отец Игоря Тоже алкоголик Из-за постоянных пьянок Они развелись Но Игорь Продолжает Общаться с отцом Его зовут Валерий Юрьевич Ему 50 лет Работает У Игоря на стройке И снимает жилье Свою зарплату Часто пробивает И денег на аренду У него не остается Но он знает Что Игорь ему займет Или впустят переночевать А меня его визиты Бесят Потому что я с детства На дух не переношу Пьяных мужиков Зачем вообще Вы пьяный приходите Я вам говорила Чтобы вы трезво приходили Только Пиво Что такое Бокал пива Лерочка Успокойся Пойдем Зайдем Я выведу Все Когда это уже Закончится Я не понимаю Выпишет Баночку пива Но для нее Это целая трагедия Как бы я Не дебоширю Я очень спокойный человек Когда отец Себе выпьет Он меня максимально раздражает Мне становится Очень противно От него От его присутствия От этого запаха Это ужас Когда он так вот Сидит Позорит Перед соседями Это очень мерзко Я так надеялась На новую жизнь Но пока Мне приходится Терпеть Перегар От отца Игоря Оскорбление От собственной Матери И капризы Родного брата Я постоянно На нервах И переживаю Как это еще Может отразиться На моем здоровье Потому что я Жду ребенка Как только мы с Игорем Стали жить вместе У нас началась Интимная жизнь Росэкс Произошел Через две недели По объединенному согласию Когда я узнала Что Лере 17 лет На секунду Испугался Но На законе Я прочитал Что В нашей стране Возраст согласия Наступает 16 лет Было спокойно Я не боялась Что я несовершеннолетний А он взрослый Я сама на это согласилась Сама этого захотела Мы предохранялись Первое время Был дискомфорт Мы решили Что Зачем Это еще деньги тратить И вот презерватив Вообще Будем предохраняться Сегодня я обнаружила В своем календаре Что у меня Шестой день задержки Я пока не понимаю Что это значит Блять Я не понимаю Что это значит Блять 17 лет Девки Задержка А шо это Я не знаю Ладно Что то задерживается Как Такси Нахрена ты ведешь Календарь Мы хоть и не Предохраняемся Но я уверена Что прерванный Половой акт Защищает от беременности Но я решила Не затягивать И купить тесты В аптеке Мне так не терпится Узнать результат Что я тут же пошла В ближайший туалет В торговом центре Две полоски Две яркие Красные полоски На обоих тестах Это просто Какой-то Я в слезах Позвонила Игорю И попросила Приехать У меня Паника Я боюсь И не знаю Что делать Что случилось Чего Игор Ты говорил Что ты шаришь В этой теме Да ну Вообще Никак В 17 лет Этого не планировала Не знаю Планы Вообще Другие Я В техникум Хочу Отучиться На технадзора Тебя контролировать Вообще В ближайшие Лет 5 Так точно Не планировала Сходишь На УЗИ Подтвердиться Тогда будем уже думать Я очень боюсь Потому что Я хочу хорошее будущее И не особо хочу Так-то Идти По стопам Матери Врать не буду Хочу стать отцом Потому что Я считаю Что Я уже не молодой Мне уже пора строить Ты уже старый Я 27 Пенсия уже скоро Я уже не молодой Ай блин Тебе свое Я уже не молодой Я еле дождалась утра Чтобы сразу побежать На УЗИ В надежде на то Что тесты все-таки Показали неправильный результат Беременность Зафиксирована Беременность Маточная Сердцебиение Ребеночка Определяется Срок 5 В неделю Я подняла вас Ну там конечно Сердцебиение Это громко сказано Я помню Мы узнали тоже Со Снежкой На 6 неделе Там вообще Какая такая Вот маленькая Ну там да Если очень И то Это мы на 6 неделе 5 Там видно Такая Что-то пульсирует Я просто Я не знаю Что Вообще Как с этим Быть Там такое зернышко Должно быть Небольшое Я вообще никак этого Не планировала После УЗИ Я решила сразу Встретиться с Игорем Чтобы сообщить Что беременность Подтвердилась Он всегда И во всем Меня поддерживает Но все равно Переживаю Что Игорь Может испугаться И бросить нас С ребенком Солнце Я буду самым Лучшим папой На свете Правда Лучше Я даже не считала Такой реакции Что ты его так Вот будешь реально рад Это связи с счастьем Правда Я не вижу Проблемы в том Что Лера Оставит ребенка Я работаю Я зарабатываю деньги Я потяну Как я вообще могла Сомневаться в Игоре Его слезы были Настолько искренними Что теперь у меня нет Ни капли сомнений В том Что мы готовы Стать родителями И совсем не важно Что мне всего Семнадцать А у нас есть Для вас хорошая новость Игорь Игорь скажет А вам ничего не кажется Что там типа Она больше Потом она худее Потом Вот это как-то вот Скоро станешь бабушкой Спасибо Ты рада? Очень Молодцы Я рада Что у нас скоро Будет внук Либо внучка Как бы я ужасно Не относилась Может просто Какие-то кадры У них не получалось Типа Они что-то доснимали О, тут он обитель снова больше Все же нужно Игорь настаивает Чтобы и его отцу Мы все рассказали Но вот с ним Я точно Видеться не хочу Поэтому мы договорились Он сам сообщит Эту новость Своему папе А я маме Новости есть Лера беременна Я скоро стану папой Ну не скоро Конечно, блин Прикольно Неожиданно Немножко Семь месяцев еще А ты дедушкой старишь Я понимаю Но По возрасту Она как бы Еще молодая Сильно Девушка Да Нет В принципе Нормально Семнадцать лет Слушай, я надеюсь Ребенок мой Как-то Наладит Между вами Отношения Потому что Я знаю Что вы Ругаетесь Я это вижу Мне это Не нравится Как бы Блин Немножко устаю На стройке Блин Соответственно Я выпью Бутылку пива Я думаю Нету Большой трагедии Ну Видишь Ей Просто Это не нравится Я очень надеюсь То что Ради Внука Или внучки Он Все-таки Поменяет Свой образ жизни Что случилось? Я беременна О как Это точно Уверена? Да Смотри Не пожалей Потом Забеременела Забеременела Мне все равно У меня в голове Не укладывается Как можно Так цинично Реагировать На то Что ты скоро Станешь бабушкой У нее же Ни один мускул Не дернулся В очередной раз Общение с мамой Ее безразличие Довели меня До истерики Я опять почувствовала Себя ненужной Как в детстве Мне так плохо Что я позвонила Игорю И попросила Приехать с работы Сволнышко Ты что такое? Да ничего Она опять Выбесила Как я ее говорила Ей абсолютно все равно Нечего Вообще Что ли? Все как обычно Короче Успокаивайся Мне кажется На давление подскочило Давай у тебя пульс повышенный Давай Давай сейчас Тонометра поднесу Померяем Хорошо? Хорошо Хорошо А разве там его меряют? Почему у меня было так себе болезнь? У Леры очень большие проблемы со здоровьем А мама походу этого не формирует А тонометра можно мерить прям вот так на запястье? И всегда вилка натягивают прям вот сюда на руку Понимает Ее нельзя доводить до такого состояния Кажет ее нервно срыв Ведет ее в больницу Игорь напуган моим состоянием Поэтому сразу отвез меня к врачу В последнее время у меня очень много стресса стало У меня часто повышенное давление И очень сильное головокружение Как ты понимаешь На период беременности никаких препаратов я назначить тебе не смогу Я могу только порекомендовать тебе сейчас обратиться к психологу за консультацией Побольше времени проводить на свежем воздухе Возможности избежать стрессов Я поняла Не психуй Я и так сама прекрасно знаю, что у меня все это из-за нервов, из-за детства Все эти проблемы со здоровьем Ну психолог, ну попробуй, значит, сходить к психологу Может это мне как-то поможет И на следующий же день я записалась на прием к психологу Потому что моя психика сейчас расшатана И я боюсь, что это может негативно отразиться на моем ребенке Сейчас только расскажите о своем детстве А скажи, пожалуйста, вот когда ты у себя как бы заметила паническую атаку Какая-то ситуация именно во взаимоотношении с мамой произошла на тот момент? На тот момент уже достаточно была ситуация и плохих, связанных с ней Она очень часто и много раз, когда пила Допустим, могла и руку поднять Могла начать закрываться в ванной Или брала демонстративную веревку Говорила, что вот я никому не нужна Раз я никому не нужна, пойду там порежусь, повешусь То есть пугая суицидом А в том возрасте я еще в это верила То, что она вот реально может что-то с собой сделать И вот это вот все, видимо, постепенно накапливалось И вот когда мне было 13, мне первый раз вызвали скорую Потому что у меня защемило позвоночник, ребра, область сердца Я не могла пошеветься в прямом смысле Валерия, у тебя не просто нелюбящая мама У тебя мама зависимая От алкоголя зависимая И, естественно, это накладывает определенный отпечаток на тебя Как созависимого члена в этой семье Ну, я с ней общаюсь только по нужде, когда идет речь о брате Я понимаю, что ты не хочешь с мамой общаться Но, тем не менее, все-таки мама – это значимый человек Даже при всем твоем отношении к ней И как бы она на процесс твоего вынашивания беременности Она все-таки имеет какую-то определенную роль Потому что обиды на мать, они особенно непроработанные Они никуда не деваются Они просто где-то углупляются, избегаются Переходят в психосоматические расстройства Я рекомендую тебе на следующий прием прийти с мамой Я не хочу с ней приходить Зачем? Для чего? Спасибо психологу Мне кажется, даже в ее сторону не смогу просто посмотреть Не знаю, это как-то глупо, мне кажется, будет Мама, в нем психолог? Так тебе надо, ты иди Спасибо, доктор-психолог Вы помогли Мне до сих пор не выходят из головы слова мамы Смотри, не пожалей потом Благодаря поддержке Игоря и тете Лены Я только успокоилась и решила, что готова рожать Но из-за матери меня снова мучают сомнения А что, если я и правда пожалею? А вдруг с Игорем что-то случится, и я останусь одна? Как тогда я буду вас... А то любят постоянно то... Мужиков хоронить Если же, а вдруг он умрет? Упитывает ребенка Ведь у меня даже профессии нет А я не хочу, как моя мать Родить и не суметь нормально обеспечить малыша Мне срочно нужно кому-то выговориться Иначе я взорвусь И мама Игоря – это единственный человек, с которым я могу делиться всем Ну, просто посмотрите, а какие перспективы? Я хотела пойти учиться в сентябре По итогу, что вот это вот... Ну, как это делать? Ребенку просто маленьким на руках Игорь на работе Если у него закрываются объекты, его вообще дома не видишь Ни днем, ни ночью У нас нет своего дома, жилья У нас нет своей машины Ну, куда? Как? Те трудности, с которыми ты и Игорь можешь столкнуться С ними в любом случае можно справиться Они приходят и уходят А радость твоя будет расти с Игорем Быть вместе радоваться Подумай, пожалуйста Если нужна будет помощь, то помогу вам Для меня это все как бы нормально То, что беременность ранее То, что у них нет квартиры Образование Все так живут Ребенка сделали, сделали На меня очень сильно влияют слова мамы Игоря Так как у нас с ней действительно отношения, как мамы с дочкой Такие разговоры меня успокаивают Ведь правда Игорь меня любит С тетей Леной у меня прекрасные отношения Чего мне бояться? Ведь я всегда мечтала о большой дружной семье Я так счастлива, что Игорь окружает меня Заботой и оберегает от стрессов Но вот папа Игоря продолжает меня раздражать Он постоянно просится к нам переночевать Но один только вид мужика с бутылкой Выводит меня из себя Так это уже не пиво, это водка Отё Да он на 500% бухой Да Интересно Лер Хочу поздравить тебя, что ты станешь мамой А я дедушкой Может сходим в магазин Отметим это дело Да ты же уже отметил Это я так, на разогрев взял Опять стоите с бутылкой водки Ну я после работы немножко Что не начинать? Меня это уже задолбало Ну серьезно, сколько можно? Он даже сейчас пришел, чтобы поздравить И то бухой опять Пойдемте продуктов купим там, чего-то Я больше не буду его терпеть Да нет Нет, все Солнце Погоди Ну подожди Стой Что? Что? Ну это же мой отец Ты что? Да, я твоя беременная девушка Ничего не смущает? Я знаю, ну как Он мне нервы треплет И мне вот это вот беременной терпеть? Я понимаю, все прекрасно Ну как мне выбирать между тобой и им? Отец Игоря хоть и пальцем меня не тронул Но он пьет А значит ничуть не лучше того мужика Который обижал меня в детстве Я отчетливо помню Как от него так же пахло алкоголем Когда он заходил в мою комнату И когда я слышу этот запах У меня перед глазами Сразу всплывают все ужасы прошлого Дело такое Я тебе сниму квартиру Сегодня-завтра найду Поплачу ее Я не хочу, чтобы Лера очень сильно нервничала Да, я сам не хочу Чувак заботливый, да? Ты сам знаешь то, что она не любит, когда ты выпиваешь А я тоже между тобой и ей выбирать не хочу Ну ладно, так, значит А теперь она что там? Время извини, конечно Да ну, Игорь Все будет хорошо Все наладится, надеюсь, в дальнейшем, Гориш Все хорошо Я тебя люблю, Гориш Вот это Лера Блин, ну давайте, посмотрите Ну вроде батя, как бы, с сыном Хорошие отношения Сын готов ему помогать Они начинают кричать на него Ах, ты алкоголемый Ну Несмотря на то, что чувак бухает Но отношения у них с сыном Как по мне, нормально Она просто еще очень молодая Не понимает Она пытается все Сделать так, как ей хочется Даже переступает через все Так, а у меня вопрос Если он работает Куда он бабки все свои девает? Пропевает? Что даже нигде жить И потом комнату снять? Она очень характерная Мне легче снять Отцу квартиру Чем Ругаться Каждый день с Ферой Я буду ему оплачивать И так будет лучше для всех А нахрена он на работу ходит? Чтобы пить Вчера из-за отца Игоря Я в очередной раз перенервничала И сегодня, чтобы поднять мне настроение Игорь устроил очень романтичное свидание Не дави так сильно Только только получается Ничего Ничего Еще раз можно будет переделать Мне нужна красивая ваза для цветов Которые мне дашь Ты что? Не понимаешь, что ли? Понимаю, конечно Как тебе подарок? Шикарно Реально шикарно Идеальное свидание просто Я даже не ожидала от тебя такого У меня, кстати, для тебя еще один подарок есть Какой? Кольцо? Колечко? Не просто колечко Я очень долго думал Выходи за меня Ты серьезно? Да Абсолютно Да Без капельки сомнений Я согласна У меня действительно дух захватывает просто от того, что он сделал мне такое предложение еще и в месте, где я мечтала побывать Как он вообще до этого всего додумался Согласен Как ты до этого додумался? Мозгу вообще не должно Как он до этого Эмоции переполняет просто Это действительно очень серьезный шаг Вступить в статус мужа и жены Пока я так и не решилась пойти с мамой к психологу И начать прорабатывать детские травмы Моей опорой и поддержкой сейчас является тетя Лена И в такой важный день первого скрининга она со мной рядом У меня очень много проблем со здоровьем Я переживаю, чтобы никаких патологий не было Давайте посмотрим На данном этапе уже сформирован головной, тазовый конец, туловище полноценного ребеночка А по патологиям никаких признаков нет? Все хорошо? Я сейчас изучаю малыша, но вот то, что я вижу, пока все хорошо Я очень рада, что с малышом все хорошо Я очень переживала за его здоровье и за моего здоровья Теперь можно выдохнуть Успокоилась? Как все прошло? Все хорошо, патологий никаких нет С малышом все прекрасно Уже прям головка, ручки все прям четко видно Уже не комочек У меня, кстати, есть еще одна хорошая новость для вас Игорь мне предложение сделал Вер, я так рада Поздравляю вас А свадьба когда? Завтра Ну, нам нужно для этого сначала заявление подать в ЗАГС Ладно, не завтра Но для этого нужно с мамой это поговорить Так как я несовершеннолетняя, нужно ее присутствие Также от нее согласие Вот Я думаю, что как раз таки В этот момент можно и вас с ней познакомить Ну, отлично Приходите с чекушкой Хорошее решение Мне пришлось написать маме, что мы с Игорем решили пожениться Я попросила ее пойти с нами в МФЦ И она согласилась Надеюсь, что хотя бы в такой важный момент Мама на меня не забьет Сегодня для меня волнительный день Мы идем подавать заявление Когда я начала собирать документы Я поняла, что мы с Игорем не обсудили самое главное Я не собираюсь менять фамилию Я очень сильно люблю своего отца И я хочу дальше понести его фамилию Так Надо какое-то решение принять Я так понимаю, да? По этому поводу Значит, будешь с двойной Ну, не знаю Да, может, каждый при своей останется Да ну, нет В семье должна быть одна фамилия По-любому Королевским стать Не знаю Бабушка на меня убьет точно Ладно Это не такая уж большая проблема Я думаю Я-то от семьи не отрекаюсь Просто фамилия Это фамилия и все Я думаю, поймут Так что это реально Будешь мое брать тогда? А даже так, да, можно? Не, давай не каждый Давай я возьму твою фамилию Да? А что, варианты какие? Остаться на своей? Не Буду я замужем Котя Не, ну если у тебя там Фамилия была Пипискина Я согласен Типа, ну Не исключено, что у него Фамилия, возможно, будет лучше Но это такое прям Необычно Я думаю, останутся Он такой Ну ты на своей На своей хрен с ним Не, давай тогда я твою возьму Я люблю тебя очень сильная Я тебя Чувак хочет просто быть С одной фамилией Я считаю, что у семьи Должна быть одна фамилия И то, что я буду королевским Что, классно звучит Так скажи прямо Просто ты хотел быть королевским В МФЦ нас уже ждала мама Игоря А вот моей мамы все нет и нет Неужели и в этот раз она меня подведет? Слушай, уже полчаса прошло Она вообще приедет? Нет? Я не знаю Сейчас я попробую ей еще раз позвонить Хорошо? Оппонент находится А он скажет маме или мама знает? Алло Алло Привет Привет Слушай, мы уже тут в МФЦ Ты приедешь же, да? Да я не поеду Потому что обратно пробки будут Ну давайте уже на другой день тогда Когда на другой день? Я на работу завтра Я хочу отдохнуть Успокойся, пожалуйста Давай спокойно Поговорим без... Я не поеду по пробкам У меня живот болит Я не могу Я лежу, блин Мы тебе все оплатим Поездку Все оплатим Пожалуйста, приедь Нам реально надо подать заявление сейчас Я не хочу по пробкам Я тебе еще раз говорю Вер Что мне сделать, чтобы ты приехала? Я не могу У меня слезы начинаются У меня истерика сейчас начнется Просто потому что Ты вот так вот поступаешь опять Ты в первую очередь Сейчас меня подставляешь В прямом смысле Живот уже не болит Вот я тебе напишу номер машины Через сколько будет Давай Вот так вот всегда Прочишь ее чем-то ебать Просто Бесит То, что она меня подставляет Жестко Вот поэтому я когда смотрю Как Игорь с своей мамой общается Это просто, ну Так тепло От их общения просто становится Когда на это смотришь Ну да, с мамкой тебе не портанула, конечно Я на грани нервного срыва И тут она наконец-то заявляется Да еще и с таким выражением лица Как ни в чем не бывало Даже смотреть про тебя Привет, Смаха Здрасте Привет Здравствуйте Ольга Лена Очень приятно Мне очень приятно Лена, Оля, Оля, Лена Паспорт ты не забыла? Все, я взяла Я все документы взяла сразу Ну, все, вот Собственно, повод И согласен Слушайте, что мы все сегодня собрались Согласен, я напишу Это нужно в МФЦ писать Ну что, пойдемте подавать документы? Пойдемте В чем мы сидим? Мы подали заявление И теперь я спокойна Для меня это важно Потому что ребенок должен родиться в браке А если родиться не в браке Будет порча, да? То, что как бы Типа по факту Ребенок по залету Не запланировано Это полбеды Это вообще хрень полная Главное, что в браке Вот это прям Не дай бог нарушить правила Пока у мамы ночные смены Мы забрали Германа к себе Когда он со мной Мне спокойно За эти дни Я стараюсь дать ему Всю свою любовь и заботу Мы много гуляем Обнимаемся Дурачимся Дома скучно У нас веселее? Да, у вас веселее Скучился по Игорю? Да А также я строго слежу за тем Чтобы он учил уроки Хоть ему это И не нравится Чем занимаетесь? С Германом уроки делаем Я только своим Делам Вижу, как он уроки делает Герман Давай я ему перерыв дал Пять минут поиграть Ну, мать Страти вообще пустая, да? Он вообще хоть что-то Начинал делать? Герман Герман Ты что не представляешь? М? Нет Тебе надо было Две страницы переписать Почему ты сидишь Ничего не делаешь Убирай телефон Герман на домашнем обучении Потому что так Она, видите ли, захотела Типа у нее там нет времени Его в школу водить Ага Делать ему уроки Герман так Не умеет Не читать Не писать И она еще дальше Растит из него человека Который в будущем Не будет элементарных вещей Знать Понимать Действительно Работать дворником Или грузчиком Вот и все Теперь уже смотри Есть выбор Дворник Либо грузчик День О котором я мечтала Вступил Мы идем в ЗАГС Хоть я и не в белом Пышном платье Я все равно счастлива Ведь со мной Самые близкие люди Игорь и Герман Только не хватает Мамы Игоря Но у нее Как назло Сегодня учет в магазине Вступает в брак Граждане Российской Федерации Брык Игорь Валерьевич И Королевская Валерия Игорева Он прыгает Я прошу в земле И верность Прошу обменяться Обычайными платьями Ну не типа чисто Распит Я очень рада Что мы расписались Это очень важный шаг Теперь семья Официально Законно Очень крутые эмоции Когда ты выходишь замуж За действительно Любимого человека Все Мой муж и жена Теперь я никуда не денусь Я сейчас Да, да, да Тут конечно Все люди Которые расписываются 100% случаев Больше никуда не деваются Не разводятся Игорь Ну конечно Сегодня наконец-то У Игоря выходной Я надеюсь Что мы будем Везде инваляться И смотреть сериал А если еще и ребенок Появляется Вообще никак Ты куда ты Ты же хотел Отоспаться Мы сегодня Нам вышли работники Кто опять не вышел Папа, Толик И Сережа Опять И опять ты будешь За них одуваться Да Ты понимаешь Что они тебе уже На шею сели просто И все Ну согласен Типа сынок Я так понимаю Такой спасатель Папа И за свое Это спасательное Поведение Он потерпает Да Прекрасно понимаю Тогда увольняй Этих работников И новых Ищи Что за бред Я не могу Со своим любимым Человеком Провести выходные Я этих уволю Но кто будет работать Нужно искать новых Это не так просто Солнышко Мы решим Все эти проблемы Правда решим Но блин Мне сейчас нужно бежать Извиню Пожалуйста Меня очень сильно Разрежает То что Игорь Почему-то Слишком Лояльно Относится На работе К своим друзьям К своему отцу Они им пользуются Игорь просто Этого не замечает Я согласен с Лерой То что Я слишком много Провожу времени На работе Но чем больше Я там провожу Времени Тем больше денег Она хочет Чтобы я дома был И чтобы деньги были Так не бывает Я в бешенстве Что из-за отца Игоря Я весь день Просижу дома Одна Больше я такое Терпеть не собираюсь Я настояла Чтобы Игорь После работы Зашел к нему И серьезно Поговорил Сегодня звонили С трех строек Хотели меня видеть По поводу Да Того что Мало кто вышел Тебя соответственно Сегодня тоже не было Я болею Все люди болеют Я болею Извините Я Не такие Погодные условия Выходил У нас Реально Есть Конфликт С Лерой Из-за Частых невыходов Лера Да Она на меня Очень сильно ругается И говорит Да То что Я с ней Очень мало времени Провожу Мне приходится кататься С одной стройки На другую Потому что Когда я тебе позвонил У тебя был пьяный голос Уже Тебе показалось Это было 12 дня Мы с тобой Разговаривали Чтобы ты не пил Не пил Не пил Но все равно У тебя У тебя в голове Я не знаю Ты то ли Не слышишь меня Не слышишь Ни Леру Ни маму Никого Что такое Хочу Чтобы ты Не пил Твой алкоголь Не мешает Работе Я услышал У вас Мне очень стыдно За моего отца Но я на это К сожалению Повлиять не могу Это не моя жизнь Понятно О, ты сейчас Должна узнать Пол-ребенка Наступил Шестой месяц Беременности Отец Игоря После их разговора Больше к нам Не приходит С мамой Я вижусь Только тогда Когда забираю Германа Психологу Идти с ней Все еще не хочу Да и нужен ли Этот лишний повод Для стресса Сейчас все хорошо Я отдыхаю дома А Игорю поручили Еще один Строящийся объект Теперь его зарплата Выше Но сегодня Он взял выходной Потому что у нас Радостное событие На втором скрининге Нам скажут Пол-малыша Кровоток у ребенка Хороший Кислорода ему хватает Нету недостатка Да То есть тут В этом плане Все хорошо Говорит ли вам Пол-ребеночка Да, конечно Да? Конечно, да Хорошо Ну что я могу сказать У вас мальчик Поздравляю У вас мальчик Да Я смотрю И это мой ребенок Еще и врач говорит Что будет сын Я хочу провалиться Просто сквозь землю Отчасти Вот уже целый месяц Мой муж и жена Я чувствую Что мы настоящая семья Герман все выходные Проводит с нами Сегодня я его Опять отдаю маме Мы договорились Что я его заберу Уже на следующей неделе Но уже через час Как я его отвела домой Мне раздался тревожный звонок Что случилось Ромашка моя Мама что Мама все отдыхает Я не хочу С ней рядом находиться Чтобы сомневался Мать наоборот Неделю Как дала Просраться Без сына Трогает надеюсь Трогает Я тебя обязательно заберу Не переживай Герман просто боится маму Она его постоянно Зашугивает Я очень много Стала нервничать Мне надоело так жить То что постоянно Мне треплят нерв Германа надо спасать Поэтому я тут же Поехала к маме Короче Герман Поедет ко мне Где он? Какая разница Не поедет Где Герман? Он с тобой не поедет Я спрошу Где он? Я тебе говорю еще раз Он с тобой не поедет Он поедет Ты тупая что ли? Ты умная Чересчур Да стала? Где Герман? Ты кто такая Чтоб его забирать? Скажи мне Я его сейчас Ты кто есть? Ты его рожала? Ты его рожала? Сначала родись твоего А потом Я сейчас Три ментов вызову Клину И тебя опека Заберет у него И его Реально опека заберет Я тебе сказала Отстань Окей Ты что? 120 тысяч Я за это могу В прямом смысле Засудить В прямом смысле Ты Телефон говорю Отдай Отстань Отдай Она просто реально Оконченная Я никому бы не хотела Даже врагу не пожелала бы Иметь такую мать Буду благодарен За лайк Мне очень жалко Своего младшего брата Я прекрасно понимаю Что он чувствует сейчас Потому что я сама Все это Ощутила на себе И Да И просто реально Хочется его забрать И все Понятно Я переживаю Что пока мама Продолжает пить Из-за ее Неадекватного поведения Психика Германа Может пострадать Поэтому я решила Не терять времени И пошла К юристу На консультацию У меня мать Пьющая У нее прям Зависимость Вот С ней проживает Мой младший брат Которому 11 лет Как можно его Забрать себе Смотрите Какая процедура Вам необходимо Будет обратиться В органы Опеки и попечительства Города Краснодара С заявлением В случае Если факт Подтвердится Что она действительно Ненадлежащая Ухаживает За вашим братом То есть уклоняется От своих прямых Родительских обязательств Органы опеки Могут инициировать Иск О том Чтобы ее ограничить В родительских правах После того Когда инициируют Иск И она ограничивается В родительских правах Ребенка Помещают В специализированное Учреждение И смотрят Кто может Забрать ребенка К себе Вы вправе Подать Заявление На опеку У Валерии Есть все шансы Для того Чтобы забрать К себе Своего несовершеннолетнего Брата Поскольку Она состоит В зарегистрированном Браке У них есть Жилье Где проживать И если Факт того Что ее мать Действительно Склоняется От родительских Обязательств Подтвердится Тогда Ребенок Скорее всего Будет передан Ей Под опеку А в последующем Она уже имеет Право Подать На лишение Родительских прав Свою мать Я буду ее лишать Родительских прав Потому что Она не может Дать ребенку Элементарно Поесть Я его люблю Как Как брата Наверное Младшего Мне его На самом деле Очень жалко Я не против И даже за Оформить опекунство Над ним Я подала заявление В МВД В отделение ПДН В течение Десяти рабочих дней Его должны рассмотреть И В течение Месяца Прийти к ней Либо на работу Либо домой И начать Проверять ее Эти выходные Мы снова провели Вместе Я боялась Что после скандала Мать помешает Общению с братом Но во время Ночных смен Ей некуда Его одевать Мамочки Все Хватит Хватит Говорю Не раскатывай Не раскатывай Сильный Я бы Не знаю Не покажешь Я вижу Что Герман Растет Забитым Мальчиком Из-за Домашнего Обучения Ему не хватает Общения Со сверстниками Поэтому Мне приходится Буквально Заставлять его Искать друзей Во дворе И каждый раз Когда я его Отвожу к маме Я понимаю Что эти дни Он снова Будет в одиночестве Поэтому Я сделаю все Чтобы это Скорее Закончилось Я подслушал Говорили Что я скоро Буду Совсем Жить у Леры Это почему Иди ко мне сюда Ты будешь Со мной жить Это мой сын Я его никому Не отдам Заберу Только через Мой труп Обожаю эту фразу У нее вообще С мозгами Все хорошо Я говорю Что по этому поводу Я ничего К сожалению Не могу ответить В смысле Ты ее Как-то можешь Притормозить Чтоб она не делала Лупости Ты кто Ей муж Или кто Хорошей уже Вот этой Аниматься Либо я сделаю Так что Тебе плохо будет Я тебе клянусь Я сделаю так Что ты ее Изнасиловал И я заставила Тебя Жениться на ней Хорош Вот я говорю Я сейчас Напишу заявление Вот если я Напишу Пойдет так Что будет Хуже только вас Хватит Я и говорю Пускай успокоится Уже Сначала Дала добро Потом Там вообще Там можно у нее Спросить А не у мамы И она скажет Что нет Игорь рассказал мне Что ему звонила Моя мать Сугрожная Я не удивлена Но моих планов Это не изменит Она прикалывается Что ли Вообще Какой шантажировать Ну это бред Вообще какой-то Ну я разнести Или что я не понимаю Чего она вообще Дебивается Она думает Что ей это Как-то поможет Если я решила То я сделаю И ни один звонок К этому не повлияет Просто никак На угрозах по телефону Она не успокоилась Сегодня мать Выследила нас У магазина О какая встреча Здравия Вообще неожиданно Как неожиданно И приятно Здравствуйте Девушка Здравствуйте А что мы там мутим Крутим Я не поняла Что По поводу Германа Герман мне сказал Ты документы какие-то собираешь Чтоб меня лишить Родителей Споров Вообще Что ли Я хочу Чтобы у Германа Нормальное будущее было Чтобы он учился А не сидел дома А с чего ты вот Начала документы собирать С какой это стати Ну потому что Жизнь ты такую ведешь Какую такую Безобразную Я что алкашка Под забором валяюсь Может алкашка Ну под забором Не валяюсь Ой ну или что Ну Под забором Может ты не валяешься Хотя я без понятия Как сказал Да Это мой сын Я тебе его не отдам Ты делай И что Это мой сын Я его родила Ты делать можешь Все что угодно Но ты его не получишь Я тебе говорю Не нужно мне козни строить Зачем Я же и не строю козни Хотя могу Есть возможность Надеюсь Что ПДН придет И зафиксирует Факт опьянения И заберут У нее Германа Там надо Даже сначала Дать предупреждение Во время беременности Я испытываю Слишком много стресса Я очень переживаю Что третий скрининг Покажет какие-то Отклонения у ребенка На данный момент Ребенок Соответственно сроку Беременности Даже более того У него животик Немножко больше Чем размер костей И говорит о том Что задержки Развития плода Нет Я очень рада Что с ребенком Все хорошо Что он активно Набирает вес Растет Особенно мне Каждый раз На скрининге Просто нравится Слышать Стуковое сердце Это невероятные Эмоции Всегда Вообще Можно купить Допля Дешевая штука Дома После скрининга Мы заехали За Германом И пошли В один из самых Больших Сеопарков Краснодара Чтобы отвлечься От всех разборок Пацанок Я сейчас жалко С такой мамой живет В школу не ходит Ой Мамочки Ты смотри Как она была Скринали Ты хочешь Да Это уже В зоопарках Такие типа зоны Где можно покормить Я рассмотрю Какая кошка большая Это не кошка Я думаю Это кошка Ну относится К семейству кошек Ты видела Таких кошек больших Нет Что вы с мамой Совсем никуда не ходите Что это Нет вообще Спасибо вам большое Что вас сводили Смотри как прыгает Ну как ты думаешь Ты думаешь Голубий есть Нет Не знаю Думаю Думаю Такая большая Так что да Чувак на самом деле Очень хороший Я смотрю на него Типа вот хороший парень Вот ничего не могло Плохого за него сказать То есть и так вот Тоже пытается Там и малого Вывести куда-то И позаботиться И вот как-то Бате тоже Аватару пытается Помогать Ну хороший чувачок Вот это тот случай Знаете Когда в выпуске Нормальный парень Я люблю гулять с Германом Люблю проводить с ним Время Он действительно Не глупый мальчик И он действительно Много чего может Просто нужно для этого Дать ему Спасибо Вечером мы возвращаем Германа маме И я как всегда Переживаю В каком состоянии Ее увижу На этот раз Приветики Здрасте Привет Герман Иди с Игорем Поднимись Лера пускай останется Поговорить с ним надо Хорошо Мне с работы позвонили Сказали что ПДН приходили По поводу Меня и Германа Я тебя очень прошу Заявление забери Давай как-то это Все мирно решим С тобой В смысле А где эта угроза Давай угрожай Скажи Я скажу Что тебя изнасиловали Я предлагаю тебе Написать недоверенность Чтобы у меня были Такие же права Как у тебя Чтобы я могла в школу Его оформить Чтобы жить он со мной И мог Так же будешь с ним гулять Соответственно В любом случае Я запрещаю вам Видеться и так далее Я не собираюсь Давай как-то это Немножко по-другому решим Жить он будет со мной Но давай как-то решим Чтоб я с этим Совсем завязывала тогда Я не хочу сына потерять Я тебе еще раз повторяю Доверенность я могу написать Чтобы права подписи Было моего Чтобы в школу Ты могла его пойти оформить Смотри Ты говоришь Что не хочешь его потерять Потеряешь Тебе в том случае Если я доведу это дело До конца с ПДН Связанное С полицией Я хочу все исправить Ну покажи Что ты можешь Без лука Запах ложаренный А что ты так не возмущаешься Хорошо я покажу Докажу Раз ты Тебе что угрозы Захотела меняться Давай тогда На днях запишу нас К психологу Хорошо я согласна Видите как помогается Как только пошло дело Так сразу же Я и меняться Я уже и пить не хочу И к психологу Вообще любые вопросы Я меняться собралась Я согласна Я боюсь Забирать заявление С ПДН Потому что Ей я точно не могу На слово верить Вдруг она мне не пишет Эту доверенность Опять все заново Начинать И опять Ждать Пока заявление Начнет рассматриваться Это все очень долго На это просто Нет времени Я понимаю Если я просто Вычеркну маму Из жизни То этим не решу Все свои проблемы Хоть мне это и не нравится Тянуть больше нельзя Мы должны Вместе с мамой Пойти к психологу Посмотрим Что он скажет Почему вы пьете Я просто хотела детства Никаких драк Ссор Пьянок То есть Хотелось Безопасного детства Да Готова дать матери шанс Я давала Я просила Чтобы Все это закончилось Ольга Скажите пожалуйста Насколько вы готовы Наводить Мосты Между собой Дочери Сто процентов Все для этого Буду делать А например Ну не буду пить Не буду Буду работать Буду стараться Я вижу такую картину Что мама готова Выстраивать С тобой Лера отношения Ну ты Лера Выстраиваешь стену Ты не хочешь Я так понимаю Налаживать контакт Хотя мама Как бы Приняла для себя Решение Что она Больше не пьет Ну конечно Это она решение Уже принимает Семнадцатый раз Но мне кажется Что этот раз Уже точно Больше пить не будет Готова и хочет Быть частью Твоей жизни Ну Насколько ты готова Так она и есть Но Я не знаю Будешь лучше поздно Чем никогда Нет я не смогу Ты не сможешь Да Нет Все не плачь моя Иди сюда Иди Все не плачь Все хорошо Не надо Не хочешь Не маня Да только документы Забери Прости меня Моя маленькая Хорошо Все Ну я Дима Ну вот хорошо Я тебе обещаю Все Все успокойся Честно Мне что-то кажется Что мамаша Просто боится Что заберут сына Вот тут начинается цирк Уже моя девочка Ну не знаю Мне что-то мало верится В ее прям Кардинальное изменение Пусть я буду ошибаться Ну пока вот мало верится Все Мне кажется Она просто боится Что ребенка могут забрать Все прости Она никогда не говорила мне О том Что она меня любит Когда я пыталась К ней подойти И обнять ее Она меня просто Отталкивала Уйди Отстань И тому подобное А как только захотели Забрать ребенка Так смотри сразу Ты же и предлагала К психологу Ни один человек Просто за такое детство Не смог бы просить ее Это глубокая обида Это травмированный ребенок Который рос В отсутствии безопасности Как физической Так эмоциональной За счет проработки Обязательной проработки Со специалистом С своего травмирующего Детского опыта Есть шансы на то Что она стабилизируется Эмоционально И сможет дать Своему ребенку То, что была Сама лишена В свое время Первый совместный поход К психологу Не удался Я ушла с сеанса Через 15 минут Но мама Нас догнала Я приняла Для себя решение Я долго думала Я хочу закодироваться Мне надо Пару-тройку тысяч Образить на вещи Хорошо, без проблем Я правда Честно Хочу Со всем этим бросить Я хочу нормальную Общу жизни Нести Кодировка Это конечно Большое самовнушение Зачем никогда Раз так Главное Чтобы И там есть Как бы говорят Что подсаживают Какие-то препараты Что якобы С реакцией А алкоголем Тебе просто Ставится Хреново Прям сильно Передумала Я точно Это сделала Я это сделаю Как я слушала Нас люди Кодировались И раскодировались Хорошо Отличный подарок Будущему внуку Будет Прости меня Правда Честность Прости Я очень люблю Костюм Это все Я вам все Виновата Мне главное Увидеть твои действия Это будет лучше Чем извинения Давай договоримся Если реально Закодируешься Пойдешь Реально Вообще Перестанешь Пить в принципе Вообще Реально Закодируешься Пойдешь И я не буду Больше пытаться Забрать Германа Хорошо Я хочу Чтоб дочка Ко мне относилась Хорошо Я хочу Чтоб мой сын Жил нормально Не боялся Чего-то Там Чтоб ему страшно Не было Со мной находиться Я про эту кодировку Уже 150 раз Слышала Я верю Только поступкам Только действиям Реальным действиям Она уже кодировалась А вот это Вот то Что она на словах То и дело Просит прощение Но оно мне Просто не сдалось Пусть сначала Сходит Закодируется А потом я Наверное Просто тот случай Когда она уже Столько раз Обещала Что уже в это Не веришь Мы просто кусочек Смотрим Думаю Давайте ей шанс Или нет Мы заняли Мы заняли деньги Маме на кодировку Но на что Она их действительно Потратит Решать ей Я даю Последний шанс Хотелось бы Давайте Удастся на кодировку Пить хочешь? Хочу. Ну, не буду. Молодец. Все, сделали уходчик, все хорошо. Я действительно принятно удивлена. Я же тебе сказала, что я сделала. Не, ты что? Там такие последствия, Лер, страшные. Там вообще, там такие страшные последствия. Прям до остановки сердца. Это что? Летального исхода я явно не хочу. У меня мелкий растет, куда мне? Так что все нормально, все будет хорошо. Это действительно удивительно, что... Она реально пошла, закодировалась. Но в любом случае нужно помнить, что это только на определенное время. И то есть посмотрим, не запьет ли она снова через год. Не раскодируется ли она? Конечно, набрала пароль. Я раскодировалась. После кодировки мамы прошло две недели. Чтобы проверить, не обманула ли она, я решила приехать к ней без предупреждения и посмотреть, в каком она состоянии. В пьяном уголе? Может, ты кушать хочешь? Нет? Нет, спасибо. Как ты себя чувствуешь? Более-менее отеки сильные только. Не ожидала, что действительно пойдешь, закодируешься, что ты это сделаешь. Ты в генели такой пошел. Ну, это ради Германа. И ради тебя тоже. И ради себя, чтобы тоже было. Я вас люблю, Лера, как будто не было. Вы мои дети. Вы самое единственное, родное, что у меня есть в этой жизни. Ну, я горжусь. Молодец. Действительно молодец. Я все-таки решила пробовать дать еще раз шанс ради Германа и забрать заявление из ПДН. Хотя сомнения просто огромные. Она отметит это все дело. И если она опять начнет вести такой образ жизни, аморальный, то адвокат мне сказала, что я смогу снова запустить этот процесс. Я просто пойду снова напишу заявление на нее. Но уже пойду в суд. Но мама все же сделала первый шаг. Поэтому я решила, что мы продолжим совместную терапию с психологом. Надеюсь, ей это будет в помощь. Да и в первую очередь это нужно мне. Я не хочу, чтобы мои психологические травмы повлияли на моего будущего ребенка, который появится уже совсем скоро. Тот самый день. Котя, котя. Горожаю. Котя. Скорую надо вызывать. Зачем? Воду отошли. Мне, походу, в воду отошли. Наверное. Чуданул. Далья вытекает. И живот просто падает будто. Мы вызвали скорую и меня отвезли в больницу. Врачи сказали, что несмотря на то, что идет восьмой месяц беременности, пора рожать. Нужно экстренно делать кесарево сечение. Потому что у меня выявили острую гипоксию плода. То есть кислородное кладание малыша. Я волнуюсь. Неужели изо всех семейных передряг и нервов мой ребенок родится с патологиями? На самом деле это прям действительно очень страшно оказалось, когда меня повезли в операционную, меня трясло. У меня там чуть ли уже не слезы. Паника. Именно паника от понятия, от осознания того, что сейчас тебя будут резать. Вот. Именно от этого была паника. Но успокаиваешь себя тем, что ты вот-вот увидишь своего малыша. И это самое крутое. Мамочка. 2600. Ну да, по росту и по весу не добрал, потому что раньше времени вытащили его. Посмотрите, мам. 2648. Чуть ниже нормы. Я не знаю, это реально непередаваемые эмоции. Просто такой... Ну, в реальности он не такой чистый. Человек был на родах. Это уже его вытерли. Но когда вытерли, там отошел, то да, 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 потом уже. Маленький, крошечный, хорошенький. Не знаю, ты просто видишь и понимаешь, что всё, это твой ребёнок. Вот ты его проносила столько месяцев, и теперь ты наконец-то можешь его обнять, поцеловать. Это реально круто. Ребёночек появился на свет недоношенным, поэтому переведён в неонатологическую службу для также стабилизации, восстановления, набора, скажем так, веса и дальнейшего объединения с мамой. Ну, там по стандарту через три дня выписали. Тише. Здравствуйте, Валерия Игоревна. Как вы? Ну, чуть-чуть тяжеловато. Как самочувствие? Тяжеловато? Ну, конечно, тебя там порезали. Мне очень тяжело ходить. Я очень медленно хожу. Мне больно вставать с кровати, больно переворачиваться, шов часто тянет. Я хочу сказать, что женщины, ну, это реально просто герои. Мы с Ромой находимся в больнице. Врачи ещё выхаживают малыша и следят за набором его веса. Пока я показываю Игорю сына только по видеосвязи. Но мне уже не терпится увидеть, как он впервые возьмёт его на руки. День выписки. Спустя две недели врачи сказали, что серьёзных угроз здоровью малыша нет. Поэтому нас с сыном наконец-то сегодня выписывают. Я взял Рому на руки. Это так страшно. Он такой маленький, хрупкий, беззащитный. Это очень страшно. Я боюсь. Какие ощущения у тебя? Передавай, это мой сын. Минутка была ты. Я решила, что на выписку лучше никого не будем звать. Рома и так родился недвеношенным и слабеньким. Тем более, мало ли, кто чем переболел. Ещё что-нибудь. Я сейчас действительно очень зациклена на здоровье Ромы. Я очкую, ты очкую. Что будем делать? Пока мы с Игорем только делаем первые шаги к тому, чтобы быть хорошими родителями. Несмотря на большую загруженность на работе, Игорь не очень помогает с Ромкой. Встаёт ночами, убаюкивает малыша и даже меняет ему подгузники. У него попа не в папе все. Что это такое? Услес, наверное. Почему так? А вы точно подгузник взяли по размеру? Ну, как ты его так одел? Нормально одел. Думаешь, в темноте лучше сделаешь? Да, в этом-то и дело. Папа не научился нам ещё памперс менять, да? Не научился? Ничего, сейчас мы его научим. Да. Присыпься. Ты что мне сказала сразу? Ну, ты же знаешь, что нужно просить? Ну, ты же знаешь, что нужно. Давай, скорей, не сей. Ой, ругаешься. Один из меня, конечно, не очень, но я работаю над этим. Читаю в интернете, спрашиваю у мамы. Ну, когда-нибудь научимся. Здоровье Ромы меня всё ещё беспокоит. Я боюсь упустить начало каких-либо заболеваний. Поэтому мы регулярно проходим обследование и посещаем врача-педиатра. У нас малыш недавно родился на месяц раньше положенного срока. И у нас есть переживания по поводу его здоровья. Осмотрим? Лялечку. Прекрасно. Идём. Знаете, тон и очень хорош. У него прекрасно. Терпимся, нормально будет. Обратите внимание на сосудистый рисунок. Это единственное. Не перегревайте, не переохлаждайте, не давайте долго кричать. Хорошо? А как-то не давайте долго кричать. Ну, это типа на руки берите, в плане... Пачек брать на руки. Ясно? Сейчас, я тебя один нашёл. Я не знаю. Порой тяжело осознавать, что вот экрана повзрослела. Ну, не знаю. Но мы в любом случае со всем справимся благодаря тому, что мы любим друг друга. Прошёл месяц рождения Ромы. Он окреп. Со здоровьем всё в порядке. Поэтому его, наконец-то, можно познакомить с родственниками. В первую очередь мы поехали к маме и бабушке Игоря. Зайка мой, родненький. Ой, мой правнучек. Да золотой же ты мой котик. Это сестра, или младшая. Так точно похож на папу. Ой, мой родненький. Как я рада тебя видеть. Мой же золотой ты котичек, родненький. Хочешь подержать? Да, хочу я подержать. Всё, мой золотой. Вот я золотой. Ты мой золотой. Такой ребёночек. Хорошо, что ты приехал, родненький мой. Да, приезжай почаще. Ну, такая, знаете, у него хорошая семья. Батю даже Аватара, но он такой тоже невспыльчивый. То есть там ничего не орал, не буянил. Вот мне нравится вот семья этого чувачка. Мне это очень приятно, как матери смотреть, что действительно его все любят, его все очень ждали. Игорь также рассказал о рождении сына своему отцу. Я бы не хотела показывать ему Рому, но понимаю, что для Игоря это важно, что он хочет общаться с папой. И ради мужа я готова перебарывать свою неприязнь к Валерию Юрьевичу. Внук? Не, надо, не, надо. Не хотел бы извиниться перед тобой за свое поведение и хорошее. Честно тебе хочу сказать, блин, я изменюсь как дед, потому что таким внуком и маленьким, блин. Я вас всю беременность, как Игорь, всю свою жизнь просили просто не пить. Вот и все. В жизни главное семья и дети. Ну, теперь семья есть, теперь будем по-другому немножко. Можно подержать? Да. Нет, держать нет. Лерочка, он как мой внук вообще-то. Нет, на руки не дам. Он пока еще сильно маленький, не контактирует пока ни с кем. Я сейчас очень зациклена на здоровье Ромы и вообще кого-либо боюсь подпускать к нему, особенно, блин, отца Игоря, от которого постоянно дурно пахнет и так далее. Я готов измениться, поменяться для того, чтобы общаться и с Лерочкой, и с внуком, потому что это продолжение нашего рода. Надеюсь, внук станет тем, ради кого папа Игоря перестанет пить и начнет меняться. И тогда я смогу его простить, как простила свою маму. Не фаршу мать и завязала? Конечно, хочу. Может, на время, да? Давай. Свет, Свет, глаза. Зайчик, маленький. На кого похож? Ну, нос однозначно мамин. Глазки папины Я очень жалею о том, что раньше творила Что происходило, что я детям внимания не уделяла Что Лере много не додала Взяла себя в руки наконец-таки Я хочу, чтобы мои дети жили хорошо Чтобы на меня ни на обиду ни за что не держали Мама сейчас исправилась и ведет себя очень хорошо Последний раз я даже не помню, когда она пела Мне нравится, пацан дает комментарии И чувство будет видно аж после слез То есть это было очень давно Неужели спустя столько времени моя жизнь стала налаживаться? Мама держится, не пьет Германа мы оформили в школу Наконец-то он будет общаться со сверстниками и учиться Я тоже хочу получить образование И всерьез собираюсь готовиться к поступлению в техникум Я очень рада появлению Ромы Это огромное счастье Но нужно понимать, уверены ли вы в своем молодом человеке В твердой опоре Потому что и Деда Мороза не существует Детей приносит не аист Да ладно И прерванный половой акт тоже Не гарантирует, что вас не появится бэбик Ну вот такой вот в общем-то новый выпуск нового сезона Я думаю, что я заслуживаю лайк от вас Вам не сложно, мне будет очень приятно И как раз вот сейчас Можно зайти на канал Жени и Ани И посмотреть нашу совместную реакцию Она касается каждого На реакции ребят на другие шоу, проекты Поэтому если любите вы обзоры, реакции То я думаю, что многим эта семейная пара зайдет Ссылочку для вас я оставляю в описании И мы увидимся в новых выпусках Беременная в 16, ну либо мама в 16 Суть остается одна и та же Всем пока